Волновые установки Во время строительства здесь проводились раскопки, но, к сожалению, основные сооружения, обнаруженные при этих раскопках, были уничтожены. Около лестницы наверх оборудован небольшой музей. Он посвящен бомбардировке города Ульм в декабре 1944 года. По официальной версии город бомбили также и зажигательными бомбами. Температура горения от этих бомб составляла 800-900 градусов по Цельсию. Перед вами экспонаты из стекла и железа. Стекло начинает плавиться при температуре 1200-1300 градусов. Температура плавления железа составляет 1537 градусов. Кто же бомбил Ульм на самом деле, пока остается неизвестно, а также чем. Мы не будем здесь задерживаться, отправляемся на лифте наверх осматривать собор города Ульм. История постройки собора в Ульме полна противоречий. Это архитектор, построивший этот собор. Сейчас он рассказывает ослу, как он это сделал. Заодно послушайте и вы официальную версию постройки собора. Ульмский собор строился более 200 лет. С 1377 по 1543 год. А затем, после длительного перерыва, строительство возобновилось снова с 1844 по 1890 год. Сегодня Ульмский собор является крупнейшей протестантской церковью в Германии. И самой высокой церковной башней в Германии. Собор не является собором по церковным канонам. В Ульме никогда не было ни епископа, ни суверенного князя. Собор, который местные называют Мюнстер, это гражданская церковь. Горожане построили ее в одиночестве. До сегодняшнего дня она является достопримечательностью Ульма. Ульмский собор является одним из крупнейших готических зданий на юге Германии и памятником культуры. Хор собора находится по бокам справа и слева от двух хоровых башен. Их высота составляет 86 метров. Здание церкви имеет длину 123 метра 56 сантиметров и ширину 48 метров 80 сантиметров. Высота нефа составляет 41 метр 60 сантиметров. Высота проходов составляет 20 метров 55 сантиметров. Объем собора составляет около 190 тысяч кубических метров. Высокая западная башня отягощает фундамент своей массой в 51 500 тонн. 13 июня 1377 года был заложен первый камень в фундамент здания. Поскольку собор никогда не планировался как епископство, с самого начала была запланирована только одна центральная западная башня и две хоровые башни. Главные фасады с двумя фланговыми башнями обычно предназначались для епископских церквей и аббатств. По той же причине у Ульмского собора также нет склепа, который мог бы служить епископальной могилой. Ульмский воробей. Воробей является визитной карточкой города Ульм. Я иду по улице мощеной брусчаткой. Здесь практически все улицы выложены ей. Я подхожу к фонтану с восточной стороны. Любуйтесь этим шедевром. Потоки воды льются из голов рыб. А сама ваза фонтана, установленная в самом центре, чем-то напоминает турбину. Таким зодчеством в наше время явно никто не станет заморачиваться. Вы можете ставить на паузу, чтобы поподробнее рассмотреть этот шедевр. Я нахожусь на главной соборной площади, напротив западной башни. Перед вами центральный портал. Нашему взгляду открывается небоскреб. Небоскреб с перепадами высот. Сложностью для строительства в этой местности может являться наличие грунтовых вод. Так как с правой стороны от здания протекает Дунай и к нему подходят его притоки. Элементы фасадов всех готических церквей производились в промышленных масштабах. Явно видна стандартизация этих изделий. Фасад зданий в основном уложен плитами, но кое-где проглядывается и каменная кладка из красного кирпича. Перед вами стоит самый настоящий небоскреб, присыпанный минимум на 15 метров. А это по братьям Ульмского собора. Здание университета МГУ в Москве. Волновой транслятор, построенный в 1953 году. Чтобы стереть исторические стереотипы в вашем мышлении, в описании к этому видео я дам ссылку на кинохронику строительства высотки МГУ в Москве. Посмотрите внимательно, как строят высотные здания на самом деле. И решите, могли ли строители в 14 веке спроектировать и начать строительство подобного объекта. Это еще один фонтан у собора. На спиральной колонне установлены львы, держащие щиты в лапах. Фасад здания имеет следы копоти, которые не удалось отмыть современными моющими средствами. Я стою у входа в центральный портал. Он украшен стандартными элементами. Сводчатый купол, волновые переходы окон, статуи с изображениями неизвестно кого. Я возвращаюсь к северо-западному углу этого здания. Здесь мы можем посмотреть мастерскую современных каменотесов. На стеллажах лежат каменные детали, снятые для реставрации. Рядом расположен витраж. В витраже мы видим элементы, которые стоят на фасаде. Эти элементы реставрируются и устанавливаются на прежнее место. Это гаргуна, это единорог, это каменная антенна, это часть подставки под антенну, это средняя часть подставки, а это нижняя часть подставки под каменную антенну. Теперь вы видите варианты возможного использования материалов. Каменная фигурка какого-то неизвестного мужика. Голова этого единорога понравилась мне больше всего. Это эскиз двух южных порталов, через них мы будем выходить после осмотра собора. Я захожу через боковой портал, рядом с центральным порталом западной башни. Он увенчан деревянной фреской, по бокам которой находятся какие-то пушки в разрезе. На входе в этот собор расположен его макет. Макет выполнен из деталек лего. Просматриваются все элементы данного собора. Ну а теперь мы начинаем осматривать данное здание изнутри. По стенам висят различные побрякушки, гербы, обрабленные деревянной резьбой, на которых присутствуют скелеты и рыцарские доспехи. Пол здания выложен плиткой. Вы видите колоннаду с двух сторон. Сводчатый потолок. Фаза инверта. Высота потолка в этом месте более 20 метров. Памятная табличка строителя. Сейчас я прохожу под НЭФ в сторону западной башни. Надо мной расположен орган. Сводчатый потолок. Круглый фазоинвертор. Высота потолков здесь примерно чуть выше 40 метров. Вы видите, что здесь полно туристов. В потолке мы видим еще один круглый фазоинвертор. Я разворачиваюсь сейчас и захожу под купол западной башни. На полу видно вот такую вот интересную мозаику. Восьмиконечная звезда. А в центре отдельно плата с крестом, похожим на мальтийский. Звезда состоит из трех уровней. В центре расположен круг. Круг находится точно в центре этой башни. Именно в этот круг направлен рупор антенны западной башни. Теперь у меня над головой расположен очередной круглый фазоинвертор. Четырехконечная звезда, внутри которой расположен восьмиугольник. А внутри восьмиугольника уже круг с малыми кругами по бокам. Окошки с мозаиками библейских сюжетов. Я повернул камеру на 180 градусов и рассмотрел немного под другим углом. Фигура немного изменилась. Компас указал точное расположение сторон этого здания. На стене фреска с изображением единорога. Но тут явно постарались вандалы. Ветраж окна выполнен мозаикой из цветного стекла. Я иду по центральному проходу, под нефом в сторону алтаря и восточной части собора. Вот такая вот интересная трибуна, а над ней какая-то деревянная завитушка. Все колонны этой колоннады украшены бюстами и статуями. На полу встречаются плиты с затертыми надписями. Боковая дверь, оформленная деревянной резьбой. Гербы с черепами внизу явно просматриваются культ поклонения мертвым. Надписи выполнены на латыни. Это каменная ограда входа в закрытые подземные помещения здания. Для туристов и любопытных, типа меня, дверь сюда постоянно закрыта. Очередная интересная табличка на полу. Комбинированная надпись. Цифры, написанные римскими цифрами. Верхняя часть начинается на латыни, продолжается на старонемецком. Надпись внизу, практически на современном немецком. Der Gott Gnedig sei. Ошибка в слове Gnedig. Должно писаться mit Aumlaut. Перевод на русский. Божие милости в будь. Около этой таблички в полу я достал свой прибор. Он показал наличие магнитного поля. Немного, около 6 микро Тесла. Герб. Меч, проходящий через накованию и разогнутую подкову. Герб, на котором изображен топор и крест. Какая-то королева с ребенком на руках. Интересная статуя такая. Мужчина стоит и гладит змею. Или кормит ее с руки. Что-то вот такое вот непонятное. Кабинка для исповедования грехов. Но орнамент какой-то на ней такой азиатский. Я подошел ко входу к алтарю. Но на данный момент здесь ведутся реставрационные работы. Немного шумно. И все, что там расположено внутри, к сожалению, видеть не удалось. Я поворачиваю камеру в сторону западной башни. Мы видим на потолке фазоинверторы. Какие-то грифоны вокруг него. Интересные орнаментные решетки. Красиво загнутые лепестки. Какой-то шарик на окончании. Снова срабатывает датчик, показывающий наличие магнитного поля в этом месте. Я захожу в одну из хоровых башней восточной части собора. Мы видим иконы с оставнями. А также картины с библейскими сюжетами. На полу очередной герб с изображением единорога и какого-то рыцаря. Это мини-алтарь. Крест, по краям которого расположена лилия. Это гномик на прогулке. Очень даже такой интересный сундучок со сказками. Это очередная потайная дверь. Столешница алтаря увенчана каменной плитой. На окне изображение единорога, который сражается с каким-то рогатым рыцарем. Свод потолка увенчан четырехлистником. Герб с обелиском наверху. На одном из углов мы снова видим четырехконечную звезду. Внутри четырехлистник и изображение мужского лица. Античная статуя вроде как в парике. Посмотрите, как красиво смотрятся звездчатые узоры этого потолка. Одна из подписчиц просила меня доказать, что я не хожу по голограмме. Вот я отобью сейчас склянку этой рынды. Я пролил немного света на подземные коммуникации, которые в этом здании явно присутствуют и необходимы. Очередная ограда. Ее ковали явно деревянными киянками. Присутствуют узоры двух волн. Крест над очень странным таким гербом. Колонна из круглых элементов, обрамленная восьмигранником. И снова гербы с черепами, рыцарскими доспехами. В середине этого вообще какая-то лампа ладьина. На этом гербе череп расположен в верхней части. На щите изображена сова. По краям и сверху изображение герба расположены гобелены с золотой каймой. Это ангел воплоти встретился нам на пути. Еще одна часть одной заград. Обрамленные металлические лепестки. Сверху странный наконечник. Вот эта шестигранная пирамидка, стоящая на шестигранной подставке. Меня больше всего интересовало здесь. Обычные готические орнаменты украшают эту пирамиду. И на самой вершине сидит склонивший голову орел. Вся конструкция закреплена страхующим тросом, идущим сверху. К чему эти цифры здесь, именно на стене, я не знаю. Я продолжил съемки, посмотрел, что у нас еще находилось по сторонам. Те же самые орнаменты, тот же самый высокий потолок. Ну и на его вершине очередной фазоинвертор. Я достал компас и решил проверить, что же показывает этот прибор на этом месте. Когда я начал приближаться к этой шестигранной пирамидке, стрелка компаса сначала отклонилась ко мне, но по мере приближения к самой пирамиде, она начала поворачиваться в сторону пирамиды. Одна из ножек этой шестигранной пирамиды была сделана как обезьяна. На одном из пьедесталов колонн этого собора мне удалось встретить статую Иоганна Себастьяна Баха. Композитор Бах задумчиво смотрел в сторону выхода, куда я и направлялся. Я вышел из собора через тамбур южного портала. На больших петлях висят мощеные деревянные двери. Двери явно предназначены для человека ростом выше среднего. А для людей так прорезаны дырки, как в курятнике. Я оказался на улице, выйдя через южный портал. Я осмотрел по-быстрому восточную часть здания. Антенна с шариком на крыше. На восточной стороне собора расположен еще один фонтан. Колона закручена. На вершине колонны расположен рыцарь, убивающий дракона. Перед вами одна из двух епископских башен. Я еще раз вернулся к западной башне, подошел к дому из углов здания, достал прибор и начал замеры. Этот участок обгоревшей стены находится рядом с заземлением, идущим наверх западной башни. По мере приближения прибора магнитное поле начало расти. А теперь, как вы видите по показаниям прибора, магнитное поле зашкалило. Компас вел себя прилично и указывал точно направление к стороне. Я снял прибор со стороны. Вы слышите, как он пищит. А теперь я показываю камеры, куда уходит заземление. Оно уходит наверх западной башни. Закорачивая это заземление еще одним заземлением, вы видите, как магнитное поле ослабевает. Этот замер я производил у себя дома. У меня кабель, стекловолокно, глаз фазер. И вот эти показания прибора рядом с коробкой подключения. Это антенна, расположенная на вершине западной башни собора. Данный волновой транслятор до сих пор находится в рабочем состоянии. На это указывает наличие магнитного поля около заземления. Совершенно неспроста в 1953 году советские архитекторы построили в Москве точно такой же небоскреб, увенчав его вершину специальной антенной. А теперь вывод сегодняшнего ролика. Высоченные готические церкви это волновые трансляторы, которые вещали на церкви, расположенной в населенных пунктах непосредственно. Разбросанный пазл начинает собираться вместе, показывая полную картину действительности. Друзья, распространяйте это видео. Пусть люди, идущие на выборы, знают, что их ждет. Поделитесь роликом в соцсетях или отправьте знакомым. Оставьте пару комментариев, это также поможет распространению. Благодарю вас за просмотр. Продолжение следует.